Девушки отдыхают 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Девушки отдыхают. 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 Бои. Лошади. Целый день. Каждый день. Ты хоть представляешь, какие они скучные животные? Если бы стража прислушивалась к словам Виолы, мясника бы уже поймали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, когда-нибудь нам удастся узнать друг друга лучше. Она продается, если у тебя есть деньги. Это все, что ты можешь предложить? Ладно, договорились. Забирай ту, что с седлом. Бывает, что только быстрый скакун решает, жить тебе или умереть. Балфрида, конечно, невыносимо, но хорошо платит. К счастью, никто из города меня здесь не увидит. Все знают, что мальчишка Аритина проводит какой-то ритуал, чтобы воззвать к темному братству. Кто ему помешает? Я точно не хочу в это вести. Субтитры создавал DimaTorzok Похоже, у тебя много ненужного барахла. Отправляйся к эльфу в подержанные товары с Адри. Я владею фермой Астролист рядом с городом. Честный труд, пусть и слегка однообразным отсутствием. И отказываетесь помогать Ульфрику. Но это не наша война, поэтому мы не встаем ни на чью сторону. Так может, эти сирокожие не хотят воевать потому, что они шпионы Империи? Шпионы Империи? Ума лишился? А вот сегодня ночью мы это и проверим. Мы знаем, как добиться правды от маленького шпиончика. Ненавидишь темных эльфов? Будешь насмехаться над нами и гнать прочь. Тогда ты здесь долго не задержишься. Виндхельм – оплот шовинизма и дискриминации. Этот город тебя не достоин. Все как всегда. Многие норды Виндхельма нас не любят, и Рольф в первую очередь. Как напьется, так под утро идет гулять по кварталу серых, выкрикивая оскорбления. Представляешь, какой душка? Некоторые норды придумают какой угодно повод, чтобы смотреть на нас свысока. И не только на темных эльфов. Арганиан они тоже презирают. Да и вообще любят запугивать всех, кто не норд. Ладно. А это правда? Ну, о чем все говорят? А Венду Саретина творит черное таинство? Хочет призвать темное братство? Ох, Гримвор, ты всегда веришь разным глупостям. Нет, конечно нет. Это просто слухи. Ладно. Тогда я с ним поиграю. Он живет рядом. Я постучусь к нему и... Нет, нет, подожди. Он и его дом, они прокляты. Ха! Тогда я прав. Так и знал. Он хочет избавиться от кого-то. Хорошо. Я не стану отрицать. Слухи правдивы. Но Авентус Аретина пошел по плохому пути. Его действия принесут только горе. А теперь все довольно. Мы больше не будем об этом говорить. Тебе не нужны никакие друзья, кроме меня. Все Арганиани в доках со мной любезны. Это хорошо. А то бы отец им всем так задал. Как я устал. Грелот, старая ведьма. Ты получишь по заслугам. Темное братство об этом позаботится. Прошу тебя. Только мне еще взывать. Я все молюсь, мать ночи. Почему же ты хранишь молчание? Грелот, старая ведьма. Ты получишь по заслугам. Темное братство об этом позаботится. Грелот, старая ведьма, ты получишь по заслугам, темное братство об этом позаботится. Белосердная матушка, пошли мне свое дитя, ибо грехи недостойных должны быть омыты в крови и страх. Вы пришли, я знал, что придете. Получилось, я знал, что вы придете, я знал, я творил черное таинство снова и снова, с телом и со всем остальным, и вы пришли, ассасины из темного братства. Не нужно ничего говорить, нет нужды. Вы пришли, и я знаю, что вы примете мой контракт. Моя мама, она, она умерла, я, я теперь совсем один, и они отправили меня в этот ужасный приют в Рифтоне, благородный. Начальница там, злая, жестокая женщина, ее зовут Грела Добрая, но она совсем не добрая, она ужасная со всеми нами. Тогда я убежал и пришел домой. Я сотворил черное таинство, и вы пришли, и вы убьете Грела Добрую. Поспешите, честно говоря, мне тут одиноко. Хоть я и ненавидел этот приют, но у меня там друзья, и я по ним скучаю. Хоть я и ненавидел этот приют. Герой, он бесстрашный. Он непобедим Я плаваю на северном ветре Мы сейчас стоим в Виндхельме Лишь кинешь ты клич И придет до вас Это очаг и свеча Наверху главный зал А на первом этаже комнаты, что можно снять на ночь Вы заметили ту свечу над очагом наверху? Она была зажжена 163 года назад Тогда в этом доме жил великий воин по имени Виндхельм Когда до его сына Декарта дошли вести о гибели отца Он зажег эту свечу, чтобы почтить его память Никто не может сказать почему, но свеча горит до сих пор Будь как дома, но постарайся ничего не сломать До сих пор не верю, что Изабеллы больше нет Такая по профессии я писатель Я пишу драмы, друг Легенды и истории Скайрима Восхитительные и поучительные Бедный Жиро Жиман В коллегии Бардов уже давно ждет мою последнюю работу Олаф и Дракон Дороги никуда не годятся Точно? Увидишь Жиро, попроси на чай Наверняка он будет в хорошем настроении, когда это прочтет Желаю, чтобы тебе попалась хорошая книга, от которой ты не сможешь оторваться Сейчас, как никогда раньше, миру нужны истории о самопожертвовании и героизме Славного денька За юность мы пьем Прошлым дням наш почет Скоро век притеснений За... Нельзя сразу бросать в огонь большие поленья Сначала надо щепочек Свежие фрукты и овощи Кухонная утварь Ножи и другие товары для дома Все по доступным ценам Ты брала, мой мальчик? Мы подходим, а подходим Свежие фрукты и овощи Я ведь говорил тебе не трогать мои инструменты У тебя свои, у меня свои Я его не трогала Он же не мог сам убежать Ты смотрел за наковальней? Мне кажется, я его там не проходил, а подходил А, неправда Извини, спасибо, что сказала Дракон напал на рощу Ким Со мной все будет хорошо Мастер, вы слишком стары для таких путешествий Мы не знаем, что внутри Я... Я вам... Я могу... Я могу сейчас Сами видите, вам плохо Посидите, я вам принесу лекарства Ба, если бы от моей хвори было лекарство Я бы его давно нашел Посидите, я вам имею очень проста. Но они для простаков, конечно. Это дело моей жизни, вот и все. Я наконец-то вычислил местонахождение белого флакона. Но этот неснослимальчишка не позволяет мне забрать его. Ты это сделаешь? Приятно знать, что еще остались те, кто готов помочь старику. Он был захоронен вместе со своим создателем Куралмилом во всеми позабытой пещере к западу отсюда. Куралмил был изобретателен даже в вопросах смерти. Нужно быть мастером алхимии, чтобы добраться до его могилы. Тебе повезло. Я уже сварил нужное зелье. Вот. Возьми. Пожалуйста. Не мешкай. Я уже и так потерял здесь слишком много времени, споря с моим никчемным помощником. Я посвятил всю свою жизнь его поискам. Потому-то я покинул теплые берега Саммерсета и поселился в этих замерзших землях. Я целые годы проводил в библиотеках. Искал крошечные деревушки и записывал местные легенды в надежде найти хоть крупицу сведений о флаконе. Я даже свою лавку назвал в его честь. Вдруг название привлечет сюда кого-то, кто слышал о нем. А теперь он почти что у меня в руках. Но, похоже, восемь богов решили поразвлечься, глядя на мои тщетные усилия. Да, в моем нынешнем состоянии мне никогда не заполучить его. Почему ты еще здесь? Да будь для меня флакон, дурья башка! Мастер слегка не сдержан, но я столь многому у него научился. Какая разница, во что я верю? Главное, в это верит Нурилион. И, пожалуй, только потому он еще жив. До встречи! Да приведут тебя восемь к флаку! А ну, стоять! Сюда нельзя! Падайте, бедность! Еще одну девушку убили. Это была Сусанна из очага и свечи. Всего пару дней назад она мне выпивку приносила. Ну, в общем, вот и все наше знакомство. Сусанна уже третья. Всегда одно и то же. Молодая девушка, убита ночью, тело разорвано на части. Идет война. У нас забрали почти всех людей. Нам просто некогда, мы и так еле справляемся. Печально, но это правда. Если хочешь помочь, поспрашивай этих зевак. Может быть, они что-то видели? Я хочу осмотреть тело, пока до него не добрались крысы. Всегда грустно, когда кто-то умирает. Извини, мне кажется, я видел, как кто-то убегал. Но я его не рассмотрел хорошенько. Еще одна жертва. Это просто ужас. Собираешься нарушить закон, а? Я научу тебя, но не бесплатно. Я услышала крик и прибежала сюда. Но она уже была в таком месте. Всегда грустно, когда кто-то умирает. Все хорошо, надеюсь? Так же. Нет. Извини. Но я заметила, что ее кошелек был не тронут. Так что это явно не грабеж. Извини, мне нужно подготовить тело к погребению. Что-то не так? Эх, глотнуть бы сейчас доброго меду. Все как обычно. Никто ничего не заметил. Мерзавец опять сбежал. Слушай, если ты думаешь, что справишься лучше, чем регион Стражников, вперед, действуй. Но сначала поговори с управителем. Пусть он даст тебе полномочия. А то нельзя же, чтобы каждый дурак приставал к людям под видом расследования. Если он разрешит, тогда мы и поговорим. Моя работа простая. Мертвецы особо не жалуются. Я заработал состояние, плавая капитаном, но теперь уже отошел от дел. Не думай, что со мной можно торговаться, как с этими проклятыми лавочниками. Моя работа простая. а не даст нам прямого ответа он настоящий но он образумится я не был бы столь уверен мы перехватили курьера из салитюда империя сильно давит на вайтран и что по-твоему я должен делать если он не с нами значит он против нас ему об этом известно им всем известно сколько еще мы будем ждать считаешь я должен отправить балграфу послание более ясное надо воткнуть меч ему межребер мы опозорим его захватив город послание яснее никуда открытой войне наберись терпения я настаиваю они все заслуживают смерти как и их ныне мертвый король смерть торуга и было моим посланием ярлом кто бы не пришел на их место всем нужна будет поддержка нашей армии мы готовы только скажи посмотрим как пойдут дела в вайтране если мы возьмем город без боя тем лучше но если нет народ на твоей стороне боюсь что не весь многих еще предстоит убедить тогда пусть они умр сражаясь за своих ложных королей мы слишком долго были солдатами и знаем а ну свободе дадим людям время на раздумья тут не о чем думать а как же их семьи галман их дети сражаются под нашими знаменами мы их семьи хорошие слова галман скажи мне почему ты поддерживаешь меня ты ведь знаешь ульфрик за тобой я готов пойти даже в глубины обливиона знаю но скажи мне за что ты сражаешься за то чтобы эльфы никогда не правили людьми а ты ульфрик разве это не то за что сражаешься ты я бьюсь за тех кто умер у меня на руках вдали от дома за их жен и детей чьи имена шептали умирая мои солдаты сражаюсь за нас тех немногих кто смог вернуться домой и не нашедших там ничего кроме чужаков живущих в их домах за мой разоренный народ вынуждены платить долги империи слишком слабый чтобы управлять ими но смеющий объявлять их преступниками за желание быть свободными я сражаюсь за то чтобы жертвы прошлых сражений не были забыты сражаюсь потому что должен сражаться твои слова отзываются в наших сердцах ульфрик ты станешь верховным королем но в день когда слова станут реальностью такие как мы больше будут не нужны когда настанет этот день я с радостью отойду от дел да да вернемся в настоящее нам предстоит война мне нужно чтобы ты направил послание в наши лагеря на западе какого содержания господин я отвожу людей гары и хадринга к ним на усиление разумно ли это это сработает если мы отведем людей харна с юга и если нам улыбнется удача конечно хотя в последнее время она не радует нас улыбкой сейчас я не прошу тебя совета дружище просто отправь сообщение я тебя помню по хелгену хочешь воевать поговори с галмаром он занимается новичками хорошо я не великий стратег но лорд ульфрик все равно прислушивается к моим советам какие же страшные пришли времена люди охотятся на своих же братьев словно на диких зверей у меня и так не хватает людей если ты хочешь предложить свою помощь я с радостью ее приму я прикажу стражникам оказывать тебе любую помощь да и я сам всегда рад помочь тебе если потребуется ну хелген да ульфрик нам такие страсти рассказывал если тебе удалось оттуда выбраться значит ты чего-то стоишь но вначале скажи мне зачем эльфу воевать за скайрим понятно а примешь ли ты смерть за свой дом отлично но перед тем как я пристрою тебя к делу мне нужно знать на что ты годишься придется пройти небольшую проверку хочу оценить твои способности я отправлю тебя на остров Змейный Камень если выживешь примем если погибнешь значит нам такие не нужны это место где веками проверялось мужество воинов там есть странное каменное сооружение его построили древние что-то притягивает туда ледяных привидений убей там ледяное привидение и я буду считать что проверка пройдена но это мы еще посмотрим на изглень ледяные путишь что-то просто осторожно опасность поджидает во всю Продолжение следует... 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 С тех пор, как мы остались без дочери. Я даже не знаю, что мне теперь делать. Как жить дальше? Я так по ней тоскую. Извини, я её очень любила. И мне очень больно вспоминать о ней. Прости, я не хочу говорить о дочери. Хм, ну ладно. Что именно ты хочешь узнать? Хьерин? Ну, не знаю, что ты там надеешься отыскать, но можешь попробовать. Стараюсь не думать о ней, но иногда совершеннейший пустяк вдруг напоминает. Эээ, ну да, возможно. Но всё равно, это любопытно. Я заработал состояние, плавая капитаном, но теперь уже отошёл от тела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok